Накануне в Минской арене стартовали соревнования по спортивной гимнастике. Это очень медаль и емкий вид, разыгрывается 12 комплектов наград. А еще этот вид спорта очень травматичный, требующий выполнения всех стандартов при подготовке помоста. За всем следит глава технического комитета Международной Федерации Гимнастики Нелли Ким. Как мы знаем и помним, она пятикратная олимпийская чемпионка. Медали эти завоевала, в том числе представляя Минск. И сейчас Нелли Владимировна у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Нелли Владимировна. Добрый день. К воспоминаниям мы еще вернемся, но сейчас хотелось бы спросить вас как официального представителя Международной Федерации. Насколько на европейских играх соблюдены все стандарты, по вашему мнению? Вы знаете, мы получаем до сих пор только комплименты. Только комплименты? Только комплименты, что касается гимнастики, потому что сама Минская арена таких очень мало. А комплекты снарядов, как были установлены здесь, такого почти нигде не было. У нас проводятся сейчас соревнования у мужчин и у женщин одновременно. То есть у нас два ковра, и слева с одной стороны у нас мужские снаряды, с другой стороны у нас женские снаряды. Тренировочные залы, разминочные залы. В общем-то, ну, в восторге. Здорово, отлично просто. Очень приятно слышать. Но все-таки какие-то минусы должны быть? Например, может быть, к нам, к телевизионщикам есть претензии? Ну, знаете, критиковать не буду. Трудно даже сказать, потому что не успеваю следить. Претензий тоже у меня нет, потому что спрыгаем с одних стороны на другие. Мы постараемся, стараемся видеть вживью. Живем все, не по телевизору, но пока освещение было хорошо. И я не знаю, пока вот как это на международные каналы идут. Ну, на ютюбе идет живая трансляция. Это здорово. Ну, там, естественно, и в фейсбук. То есть все средства массовой информации, я думаю, задействованы. Мы стараемся. Сигнал из минскоренной отлично. Конечно. Ну, Лилия Владимировна, вот смотрите, проект вторые вообще европейские игры, он достаточно молодой, совсем молодой, можно сказать. Как вы считаете, для его популяризации нужно делать ставку на олимпийские виды спорта или на неолимпийские, но, скажем, очень популярные в каких-то конкретно странах? Ну, например, самбо. Самбо это не олимпийский, он у нас проходит. Например, регби, почему нет? Вот порассуждать на эту тему. Ну, на мой взгляд, надо, в общем-то, да, олимпийские дисциплины уже известны и, конечно, больше внимания уделяется им, но, например, вот спортивной гимнастике. Мы мечтаем, что к спортивной гимнастике добавится акробатика. Да, она еще не входит в программу олимпиады. К сожалению, да, и мы очень стараемся сделать все, что только возможно, чтобы включить на олимпиаду эти виды выступлений, потому что, ну, во-первых, акробатика, это мы считаем мать гимнастики. Неотъемлемая часть. Неотъемлемая часть, да. Потому что, например, в женской гимнастике три снаряда базируются на акробатике. Ну, а вообще акробатика очень зрелищный вид, особенно парные выступления, троечки, а четверка какая-то уникальна. Все в восторге, когда видят это. И мы делаем все, как международная федерация, чтобы показать этот вид спорта членам международного олимпийского комитета, чтобы они, в общем-то, подумали и, может быть, выделили какие-то дополнительные места на олимпийских играх именно для акробатики. У Бату-то у нас есть. Тем более для белорусов это было бы здорово, у нас золотые медали там. Конечно, мы мечтаем, вот на олимпийских играх, например, в Токио, у нас будут показательные выступления перед дворцом соревнований на улице. Будут выставлены ковры и будут наши акробаты выступать. Замечательно. Да, да. Рекламируем спорт. Реально ли в 24-м или в 28-м, когда голосование по выбору этих видов будет? Ну, уже 20-й нет, 24-й нет, 28-й если. 28-й. Ну, будем популяризировать. Ну, вы знаете, уже для акробатики, например, уже большое достижение, что этот вид спорта был включен на Олимпийские игры юниоров в Аргентине. Вот, там, что уже это был первый большой шаг. В Бойна-Сайро, естественно, шаг, да? Да, да, да. Выступления были чудесные. И, кстати, публика восприняла так, как мы ожидали, с восторгом этот вид спорта. Сейчас белорусская спортивная гимнастика, да, наверняка переживает переходный период, есть проблемы у нас, хочется видеть победы Щерба, Ким, Богинская, Ивана Иванкова. Их нет. Как вы видите, в правильном ли мы направлении движемся? Что посоветуете? Потому что нужно работать здесь. Ну, что нужно сделать, чтобы так было? Ну, да, вы знаете, ну, в жизни спада и падения этого нормальный закономерный процесс развития. И был спад. Вот. А сейчас я так вижу, что идет подъем. И спасибо нашему председателю ассоциации гимнастики Елене Скрипель, которая очень много для этого делает. Государство, естественно, поддерживает. Такие у нас сооружения строятся. Ну, и вы знаете, самое главное, это тренерский состав. К сожалению, вот когда Советский Союз распался, очень многие уехали в разные страны за зарплату, естественно. Вот. Ну, а сейчас как-то надо растить новые кадры. И, например, есть из кого расти. У нас подходит нам этот вид спорта по характеру. Конечно, конечно. Такие традиции в Белоруссии, белорусской гимнастики, если вспомним, и Лену Волченскую, и Тамару Лазаковичу, и Ольгу Корбут. Антонина Кошель. Антонина Кошель, конечно. Светлана Боитова, Светлана Багинская. Я могу продолжать столько имен. А мужская гимнастика, да? И Виталик Щерба, и Ваня Иванков, а еще раньше и Володя Щукин был, и Саша Малеев. То есть там такая... И он очень много, да? Да, и я со всеми с ними вместе выступала, работала. То есть... Есть у нас спортсооружение, есть инвентарь, вы говорите, технически ультрасовременный. Поэтому нужен вот кадровый подставок, немножко терпения, да, чтобы... Ну вот мы ждем, что... Мы надеемся, что скоро у нас будет свой зал гимнастики спортивный. Мы очень благодарны, что построили великолепный, чудесный зал, дворец художественной гимнастики, от которого все иностранцы, наши вот в восторге, и все ходят вокруг, и говорят, как бы нам хотелось такое. Вот, мы ждем такие... примерно что-то близко к этому дворцу, ну хотя бы большой зал гимнастики спортивный. Вот, снаряды у нас будут после вот этих соревнований, я думаю, у нас 5-6 комплектов полных. Это здорово. И теперь вот тренеры нужны. Будем расти здесь своих, обучать, и, может быть, многие вернутся когда-то. Ну, Елена Владимировна, а может такой вопросик еще? Вот вы часто бываете в Минске, город вашей юности. Что скажете вообще о развитии уже суверенной Беларуси? О, мы все влюблены и влюбляемся без остановки. Такая красота, настолько логичный город. А люди какие чудесные. Спасибо большое, что в наше время пришли к нам. Большая честь была с вами подхватка. Мне приятно тоже. Спасибо. До свидания.